В этот осенний день солнышко, словно решив подбодрить юных спортсменов, выглянуло из-за туч и обогрело своими лучами ребятишек, участников шестой детской спартакиады. Родители, педагоги, мальчишки и девчонки, всего девять команд дошкольных образовательных учреждений города стали участниками соревнований. Принимаем участие впервые, потому что мы захотели. Поучаствовать обязательно надо за ребенка, поболеть. Мы только с победой настроены, настроение отличное, хорошо погода не подвела. Ежегодная спартакиада дошкольников всегда яркое событие и запоминающийся праздник здоровья. А участие в нем родителей – это замечательный пример для детей здорового образа жизни и отношения к спорту. Дошколята, в свою очередь, демонстрируют то, чему их учат в детском саду, показывают, насколько они ловкие и умелые. Здоровый, не только физически, но и духовно человек, тот, который действительно правильно относится и к занятиям спорта, и к организации своего питания. И, соответственно, я считаю, что здоровая нация – это богатство любой страны. А начинать, конечно, нужно с первых дней рождения детей. С шутками и прибаутками значительно веселее заниматься физкультурой, поэтому в поток забавных состязаний с удовольствием окунулись и дети, и их родители. Разнообразные эстафеты на ловкость, координацию движений, быстроту. Сказать, у кого лучше получалось справиться с заданиями, непросто. Но старались и дети, и взрослые с одинаковым упорством. Один конкурс сменял другой, спортсмены еле-еле успевали отдышаться. Азарт, желание победить, адреналин – все это испытали и болельщики, которые яростно поддерживали свои команды. Отличное настроение, бодрость тела и духа – главный результат состязаний достигнут. Настроение бодрое, хочется еще и еще продолжать. Но запас эстафет был исчерпан, и судейская коллегия принялась подсчитывать результаты. С этим возникли некоторые сложности. При подсчете результатов буквально за третье место такая борьба была сотые секунды, буквально разделили две команды. Таким образом, бронзовым призером спартакиада стал детский сад «Солнышко». На втором месте команда про гимназии «Золотые медалисты» 2012 года – воспитанники и родители из детского сада номер 7 «Лесная сказка». Но без подарка не остался никто. В память о празднике юные и взрослые спортсмены были награждены медалями, а детским садам вручили спортивный инвентарь. Татьяна Накимова и я, Дамия, Видное ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует...